Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Равны, как на подбор. Сегодня на совещании министры вместе с учителями и родителями обсудили качество школьной формы. Хлеб насущный. Цены на главный продукт расти не должны, считают руководители мукомольных и хлебопекарных предприятий республики. Школа пресс. В Чувашии выбирали лучших юных журналистов. Не холодная и не жаркая, практичная и удобная, красивая и качественная, и при этом недорогая. Такой должна быть школьная форма, чтобы устроить всех – учеников, учителей и родителей. О том, в чем учатся и будут учиться чувашские школьники, говорили сегодня на совещании. С 1949 года родителям не нужно было ломать голову, во что одеть ребенка в школу. В стране ввели единую школьную форму. Строгие коричневые платья, фартуки, курточки и брюки продержались практически в неизменном виде до конца 80-х. И вот 4 года назад в России опять заговорили о единой школьной форме. Тогда Миноборнауки высказалась против и предложила советам школы самим определяться с цветом, фасоном одежды для учеников. На этом пока и порешили. Выбор на рынке большой, но любое качество и кошелек. Что такое школьная форма? В нашем понимании она должна быть теплой, практичной, уютной, удобной, красивой. Потому что дети имеют свойство пачки, их надо постоянно стирать. И в то же время они должны быть доступными, качественными и дешевыми. Школьная одежда местных компаний отвечает и санитарным нормативам, и российским стандартам безопасности. Однако в ближайшее время, видимо, не подешевеет. Все это время мы работали с Турцией, но в связи с тем, что, сами понимаете, ситуация такая сложилась у нас в России. Поэтому мы отказались от Турции и переходим на поддержку российских предприятий. Ткань, конечно, подороже у них, но что делать? Нам нравятся и цветы, и фасон очень удобный, но минус по цене. Сарафан мы покупали в первый класс, когда выходили, тысячу рублей, плюс-минус. Пиджак тоже так же был. Ну, хотелось бы, чтобы более доступный был, чтобы можно было не один сарафан купить, а два на сменку, чтобы можно было. Этого позволить не можем себе. Так или иначе, от формы российские школы в ближайшем будущем не откажутся. А значит, придется делать выбор. И желательно, по принципу, все лучшее детям, отметил Михаил Игнатьев. Руководство школы, родительские комитеты должны обратить внимание на чувашских производителей, а те, в свою очередь, проработать гибкие системы скидок. Для наших предпринимателей, для производителей легкой промышленности, товаров легкой промышленности появились дополнительные возможности. Вот эти окна, возможности надо использовать. На благо России, на благо Чувашии, на благо наших детишек и на благо наших жителей Чувашской республики, да и других регионов. Михаил Игнатьев в своем послании к Государственному совету отметил, что вопросы школьного образования в приоритете у правительства Чувашии. В их числе и обеспечение детей современной, удобной и красивой школьной формой. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Встретился глава Чувашии с генеральным директором швейной фабрики Пигея, которая также шьет спортивную и школьную форму для учебных заведений. Директор швейной фабрики отметил, несмотря на непростую экономическую ситуацию, производство планируют расширять. Наоборот, планируем увеличение штата швей. За счет проекта школьной формы планируем нанять дополнительно 10-15 швей. Но на рынке есть проблема с кадрами, поэтому... Дефицит. Дефицит, да. Поэтому, скорее всего, придется также увеличить зарплату. Четверть продукции фабрики реализуется в Чувашии, остальное идет в другие регионы страны. С учетом тренда на импортозамещение, в каком году вы так планируете выйти на уже мировой рынок? Идеи, конечно, есть такие. Мы собираемся сейчас во Францию искать новых поставщиков полотна за Минтурция. И найти, может быть, каких-то партнеров. Вообще посмотреть тенденции европейской моды. Все это впереди, а пока надо занять спрочные позиции на российском рынке, считает Аркадий Иванов. О прогнозах на 2016 год и о том, как бороться с недобросовестными налогоплательщиками, говорил сегодня глава республики Михаил Игнатьев с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Мариной Петровой. Для налоговой службы 2016 год будет непростым. Уже в январе три крупнейших налогоплательщика республики сдали декларацию с уменьшением налога на прибыль. И суммы эти значительные. Но, как утверждает руководитель управления Федеральной налоговой службы, потери удастся компенсировать. Мы посмотрели первый квартал за счет того, что у нас сейчас есть договоренность с концерном еще с декабря 2015 года, что они нам в первом квартале проплачивают 150 миллионов за должность по НДФЛ по тематической выездной налоговой проверке. Плюс СОР уплачивает частично свои долги. Те результаты, которые мы сделали по тематическим проверкам по налогу на доходы в 2015 году, они начали уже оплачиваться, давать результаты. В экономических условиях весьма щепетильными становятся вопросы взыскания налоговых платежей с должников. Полицкие подходы здесь должны быть в пределах определенных рамок. А те, которые на самом деле где-то там по объективным или субъективным причинам попались в черные списки, на самом деле хотят исправляться, конечно, мы дадим им возможность, чтобы они исправили свою финансово-хозяйственную деятельность. В феврале и в марте пройдут рабочие совещания с руководителями предприятий и главами муниципальных образований, на которых начальники налоговых инспекций смогут встретиться с налогоплательщиками, чтобы обсудить особо важные вопросы. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. По указу главы республики Михаила Игнатьева совместно с Минтруда Чуваши объявлен конкурс «Лучшая эмблема. Год человека труда». Работы, выполненные в технике компьютерный дизайн, принимаются в электронном виде до 5 февраля по адресу Чебоксары, улица Гагарина, 22, кабинет 403. По итогам конкурса «Лучшая эмблема» станет официальным символом года человека труда. Подробная информация на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики. В Чувашии цена на хлеб одна из самых низких. По этому показателю мы на пятом месте в России и на втором в Приволжском федеральном округе. Как не потерять завоеванных позиций, обсудили на совещании с участием руководителей мукомольных и хлебопекарных предприятий Республики. Цена на хлеб в последний раз в Республике повышалась в январе прошлого года. Молоко, масло, дрожжи за это время то дорожали, то дешевели. А вот цена на хлеб оставалась неизменной. Во всей этой производственной цепочке главное, чтобы не дорожала мука, утверждают хлебопеки. Сегодня в Республике 11 мукомольных предприятий. Основной зерноперереработчик – Чуваш Хлебопродукт. Он является основным поставщиком муки. В прошлом году предприятие закупило 152 тонны зерна. 16% это составляют сельхозтоваропроизводители. 13% это сельхозтоваропроизводители Ульяновской области. Также присутствует Татарстан, Нижегородская. Порядка почти 70%, это 68% это поставка зерна трейдерами. Многие задают вопрос, куда деливается зерно, произведенное в Чувашской Республике. Только птицефабрика Юрма потребляет в день около 300 тонн зерна. Сегодня Чуваш Хлебопродукту остро не хватает и ржи. Без нее сейчас практически не печется ни один вид хлеба. Предприятие готово закупить ее по неплохим ценам. Участники совещания предложили разработать региональную программу поддержки хлебопечения. В частности, руководители хлебозаводов рассчитывают на субсидирование части процентов при получении кредита на закупку муки. Они берут кредиты, закупают зерно, потом продают нам. А почему бы не дать хлебозаводам, которые непосредственно работают, и только берут муку здесь? Мы бы эти денежки сразу загнали бы не куда-то, а ему. То есть практически через нашу прошли эти деньги. Но мы бы выиграли, потому что проценты за кредиты, ну наше предприятие, порядка трех миллионов в год мы теряем. Для решения этого вопроса потребуется время. А вот чтобы сейчас не поднимали цены на хлеб, Чуваш Хлебопродукт предложил хлебопекам закупать муку не в мешках, а в рассыпную. Так можно сэкономить до 60 копеек с каждого килограмма. Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Новочебоксарске проверили ряд управляющих компаний. В их работе обнаружили серьезные нарушения. За должность управляющих компаний Новочебоксарска, а их в городе 14 перед ресурсоснабжающими организациями составляет 330 миллионов рублей. Ситуация тревожная, но вместо того, чтобы искать пути погашения долгов, три компании УК ЖКХ, ООО «Специализированная компания номер два» и ООО «УК ЖКХ-21» их увеличивают. История повторяется. Была управляющая компания «Новек», я сам лично там в Новочебоксарске занимался, чтобы убрать его с рынка, потому что есть уголовные дела, есть решения судов. Спасибо правоохранительным органам, органам прокуратуры, то, что реагировали, соответственно, справедливость восторжествовала. Соответственно, мы разобрались с этой управляющей компанией и вычистили. Теперь происходит одна частная организация, другое муниципальное предприятие, долги растут, куда-то средства вводят и все молчат. Администрация города Новочебоксарска долгое время пыталась уладить юридические споры между конфликтующими компаниями, чтобы приостановить рост долгов. Разделение баланса между МУПУ УКАВ ЖКХ и ООО УКАВ ЖКХ произошло только в сентябре месяце прошлого года. До этого любыми методами мы старались объединить эти две компании для решения многих вопросов, связанных с квартирными домами Новочебоксарска. К сожалению, учредители на это не пошли. Последние три месяца сделаны все усилия для решения вопросов. Мы собрали полностью всю команду федералов, которые возможно решать вопросы. Мы подняли базу данных людей, которые проживают и которые на сегодняшний момент не платят. Мы выставляем сегодня в суды определенные иски, их сотни, для того, чтобы взыскать задолженность. Страдают во всей этой ситуации не только ресурсоснабжающие организации, но и жители четырех многоквартирных домов. Вот уже три месяца они получают двойные квитанции. Михаил Агнатьев дал руководителям ведомств две недели, чтобы разобраться в причинах и следствии создавшейся проблемы. К ним подключились и депутаты. По итогам совместного заседания депутатов-единороссов, членов фракции «Единая Россия» в городском собрании и членов полицесовета местного отделения партии, было принято решение о создании комиссии. Комиссия, которая будет в ручном режиме контролировать работу управляющих организаций. Очень важно сегодня в кратчайшие сроки, на которые указал глава республики, погасить задолженность. Наверное, она не погасится за день, за два, за три. Мы сегодня ужесточаем контроль для того, чтобы уменьшить задолженность. До окончания судебного разбирательства оплата за услуги ЖКХ заморожена. Заморозка действует два месяца до решения суда, а потом будет в обычном порядке. Ну, я думаю, нужно выдержки немножко подождать, без эмоций разберемся, ошибки поправим и работу наладим. Чтобы у жителей не возникало вопросов о том, куда тратятся их деньги, депутаты поставили перед собой задачу наладить прозрачные отношения между управляющими компаниями и собственниками жилья через домовые советы. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Игорь Зверев, Республика. Мы уже сообщали о том, что в поселке Вурнары 27 января сгорел жилой барак. До приезда машин, пожарной и скорой медицинской помощи сотрудники полиции успели эвакуировать всех жильцов дома. Еще задолго до этого ЧП активисты Общероссийского народного фронта предложили администрации поселка перевести все дома барачного типа по улице Путевая в муниципальную собственность и включить их в программу переселения из ветхого жилого фонда. Так возрастает ответственность муниципалитетов за ситуацию в аварийном жилом фонде. После последнего визита в Вурнары в прошлом году фронтовиков заверили, что будет сделано все, чтобы к 2018 году жители домов барачного типа вошли в программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Понятно, что в большинстве квартир на тот момент проживали так называемые асоциальные элементы без определенного рода занятий. Представители народного фронта акцентировали внимание на этой проблеме. Они настаивали на том, чтобы глава поселения вместе с участковым побывал в этих домах и владел информацией о контингенте проживающим в бараках. С 26 на 27 января нового года случилось то, что случилось. Произошел в одном из домов по улице Путевая пожар. И мы, конечно, сожалеем о том, что произошло. Сожалеем о том, что органы исполнительной власти не приняли соответствующих мер. Работники Министерства по чрезвычайным ситуациям проявили, конечно, тут виртуозность, не сказать, что героизм. Я догадываюсь только, как можно было подъехать к этим домам и справиться огнеборцам. Они потушили пожар и по чистой случайности просто не оказалось там жертв. Я думаю, что в самое ближайшее время мы еще раз посетим этот поселок, встретимся и с главой сельского поселения, думаю, что и с главой Вурнар. И еще раз акцентируем, встретимся с жителями, побеседуем и примем соответствующие меры. В настоящее время есть информация, что все погорельцы разместились у родственников. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Они не жалуются на учебные трудности и отсутствие свободного времени. Их интересы обширны и не ограничены только учебой. Нашей съемочной группе удалось встретиться со стипендиатами главы Чувашии и главы столицы республики, чтобы узнать, где они черпают энергию. Еще школьница Таня Шипова впервые побывала в детском доме. Тогда и поняла, как важно милосердие в обществе. Она поступила на психологи-педагогический факультет ЧГПУ, чтобы научиться помогать тем, кто нуждается в поддержке. У нас есть корпорация Добра. Это волонтерская организация. Я ее руковожу. У нас есть свои проекты, которые мы реализуем. Едем в детские дома, школы-интернаты. Наш проект есть «Спорт здоровья единства». Мы с детьми проводим спортивные мастер-классы. И этот проект занял первое место на специалистических конкурсах. Получение гран-при «Студент года 2015» стало для Тани настоящей неожиданностью. Говорит, что помогая детям, никогда не думала о наградах. В этом году Таня и ее команда запускают новый проект. Для его реализации требуется большое количество волонтеров. Сейчас, например, мы делаем смену добра в профилактории «Мечта». Мы будем делать различные образовательные мастер-классы, тренинги для студентов, чтобы они больше узнавали о добровольчестве. На студентах-волонтерах держится немало социально значимых проектов. Для Александра Илларионова участие в поисковом отряде стало своеобразной школой жизни. В первую очередь, именно поисковый отряд, поисковая работа, сама работа в поле, она дает другое понимание о войне. Вот у меня был такой случай, что я копал, когда работал. Был солдат в окопе. Видимо, он не успел выстрелить, у него был в затворе патрон. То есть он не успел просто нажать на крок. Его раньше добили. Сегодня Саша руководит студенческим конгрессом педагогического университета. Участвует в всероссийских конкурсах и продолжает ездить на раскопки. Дарина Игнатьева, Анастасия Алангина, Россель Мухаммедов, Республика. В Чувашии выбрали лучших юных журналистов. Новочебоксарская газета «Грани» подвела итоги фестиваля «Школа пресс». В этом году конкурс для начинающих журналистов прошел десятый раз подряд. Он собрал участников из 14 регионов страны. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Сделать один эффектный кадр, который запомнится всем, задача непростая даже для профессионалов. Журналисты газеты «Грани» принесли на встречу с ребятами свои лучшие снимки. Будущим акулам пера советуют, что в первую очередь необходимо научиться замечать эмоции людей. Этот мастер-класс понравился многим. Там были очень разные темы. И мы писали разные опросы про видео. Мы стараемся, чтобы темы мастер-классов были актуальными на сегодняшний день. Они трансформируются, темы их меняются. Как расположить к себе собеседника, чтобы сделать интересное интервью? Как добывать самое важное из большого объема информации? В рамках фестиваля прошло более 10 мастер-классов. Интерес к этой школе растет с каждым годом. В этот раз на суд жюри прислали порядка 200 школьных газет. Качество статей заметно улучшилось, отмечают организаторы фестиваля. Аудитория практически уже готова для поступления на жюрфак. И интерес, который вызывают у ребят средства массовой информации, он, наверное, такое, знаете, хорошее подтверждение, что журналистика не умирающая профессия, что у нее очень большое будущее. Опыт, полученный в школе пресс, пригодился многим ребятам. Те, кто участвовал в этом фестивале раньше, уже окончили факультет журналистики. Сегодня мастер-класс, который проходит, действительно, с ними работают профессионалы. Они дадут то, что ребенок должен получать. Поэтому другие средства массовой информации тоже, наверное, за это возьмутся. И при этом совместная работа средств массовой информации, учебные заведения, министерства вместе должны разработать концепцию. Финалистов юбилейного фестиваля награждали в торжественной обстановке. В этом году в номинации «Лучшая городская школьная газета» организаторы выбрали сразу двух победителей. Ценные призы достались авторам издания «Знай наших» из Чебоксара и юным корреспондентам из Волгограда. «Лучшая сельская школьная газета», по мнению жюри, выпускается в Янтиково. Газета называется у нас «Тимяш» – творческое единство младых Янтиковской школы. Здесь в основном работают сами ученики. Освещаем школьную жизнь, какие мероприятия происходят. Все это мы освещаем в этой газете. Дмитрий Ковалев, Регина Кубайкина и Расиль Мухаммедов. Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова